Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я бы хотела рассказать вам про место иммунотерапии при онкогинекологических заболеваниях, ассоциированные с МСА и ДММР. И, конечно, большая часть моего доклада будет посвящена раку эндометрии, потому что именно здесь наличие ДММР, МСА и хай-статуса является показанием для назначения комбинации химиотерапии плюс иммунотерапии в первой линии, для назначения моноиммунотерапии пембролизума по второй последующей линии, а ее отсутствие является показанием для назначения комбинации ленватиней плюс пембролизума по второй последующей линии. Также я расскажу про роль ДММР и МСА и хай при раке яичников. Она встречается, но не очень часто. И при наличии МСА и хай ДММР при раке яичников мы можем рекомендовать пембролизума по второй последующей линии лечения. Также важный момент, что при светлоклеточке раке яичников мы также можем рекомендовать иммунотерапию независимо от МСА и статуса. и пытаемся понять, откуда вообще это взялось. Что касается рака шейки матки, то здесь вообще роль Демомара и Масайхай, она минимальна. Мы знаем, что большая часть пациентов, 80%, будут иметь педиалидин-позитивный статус, и это тот маркер, который определяет показания к иммунотерапии при раке шейки матки. Начнем с того, что вообще за последние 10 лет понимание лечения, биологии, рака эндометрия колоссально изменилось, и до 2013 года это была такая очень консервативная нозология. Но в 2013 году была предложена новая молекулярная классификация рака эндометрия, и после этого мы увидели несколько исследований сначала по второй линии, затем уже первая линия по использованию иммунотерапии при раке эндометрия. Молекулярная классификация позволила выделить 4 молекулярных по типу рака эндометрия, и, конечно, нас в первую очередь интересует Масайхай или ДММР рак эндометрия. Мы видим, что он обладает промежуточным прогнозом. Также с точки зрения значения иммунотерапии нас интересует полумутированный рак эндометрия, который обладает невероятно хорошим прогнозом. Также мы знаем, что есть П53 мутируемый рак эндометрия с плохим прогнозом, но он тоже в целом интересен в качестве назначения иммунотерапии. И наиболее часто рак эндометрия – это NSMP рак эндометрия, такой классический рак эндометрия. Важно, что молекулярная классификация – это не только про клинические особенности, потом про профилогические особенности, а также она определяет прогноз и уже сейчас определяет тактику, как одевантного, так и самостоятельного лечения. Если мы с вами говорим про MSI-H, рак эндометрия – это достаточно частая ситуация. Мы знаем, что у 25-30% пациентов будет обнаружена демомарка данным МГХ. Молекулярная – это опухоль с высокой мутационной нагрузкой, часто встречается ПТН, ПТРС, КИРАС, мутация. Гистологически это может быть абсолютно любой рак эндометрия, кроме сирозного, но и сирозный тоже иногда встречается. Чаще все-таки это эндометриоидный, хайдрейт, рак эндометрия светоклеточный, и также часто демомарка встречается в дедиферцированном раке эндометрия. Также гистологически для рака эндометрия демомара характерны значимой лимфоскулярной астромальной инвазии, из фильтрации метилсами и особой мельфинвазии. Часто мы видим, что эти пациентки имеют высокий индекс массы тела, но часть пациентов также имеют синтром линча, и такие пациентки имеют более молодой возраст. В целом мы можем определять демомар с помощью иммуногистохимии. Никто нам не запрещает проводить и ПЦР-исследование на наличие MSI-HI, но данный метод исследования менее информативен, и мы всем стараемся пациентам для диагностики проводить все-таки иммуногистохимическое исследование. И прогноз пациентов таких промежуточных зависит от стадии, зависит от нашего лечения. И вот 2023 год был потрясающим тем, что было опубликовано сразу 4 исследования по изучению эффективности комбинации химиотерапии плюс иммунотерапии для рака эндометрия в качестве назначения первой линии лечения. Это исследования РУБИ с достролимабом, исследования GI018 с пемпролизумабом, исследования АТЕН с отезолизумабом, исследования ДОЕ с траволумабом, и все эти исследования были опубликованы в течение последнего года. Они все являются исследованиями третьей фазы. И, конечно, нам более интересны исследования GI018 с пемпролизумабом, потому что тот препарат, который есть в нашей реальной жизни. И давайте посмотрим, какие вообще пациенты включались в данное исследование. Включались пациенты, независимо от МСА и статуса. Они должны были иметь гистологически подтвержденный рак эндометрия 3-4 стадии. Если 3 стадия, то им не было показано локальное лечение, либо рецидирующая рак эндометрия. Могла быть любая гистология, кроме карцина саркома. Ранее пациент не должен был получать иммунотерапию, но допускалось проведение как гормонотерапии, так и одеватной химиотерапии, но она должна была завершена быть более чем 12 месяцев назад. ЭКО-кстатус пациента 0,2. Далее пациенты были рандомизированы 1 к 1. Контрольная группа получала стандартную химиотерапию по схеме кармоплатин плюс поклитоксел, а исследуемая группа получала химиотерапию с пемпорализумом 200 мг раз в 3 недели на фоне химиотерапии. Стальнейшее продолжение поддержки терапии по 400 мг 1 раз в 6 недель до 2 лет. А если посмотреть на то, какие пациенты были включены в это исследование, то мы видим, что демомарный статус с методом МГХ был определён у 27,7% пациентов, то есть каждая четвёртая пациентка имела MSI-high статус. При этом гистологически мы видим, что чаще это был эндометриот, драк, эндометриот, но если мы говорим про светлоклеточный драк, то демомарный статус был положительный только у 2,5% пациентов, но при этом если мы берём пациенток с дидифференцированной карциномой, то демомарный статус достигал 36%. Также демомарный статус встречался в миксоидном раке эндометрии и в более редких кистологических подтипах. Мы видим, что большая часть пациентов получила хирургическое лечение, около 40% пациентов ранее получала лучевую терапию и 25% пациентов в группе ПММР получала демоматную химиотерапию и только 5% пациентов в группе ДММР получала демоматную химиотерапию. Первичная конечная точка в данной исследовании была медиана в живомости без прогрессирования. И посмотрите на графики в группе ДММР, мы видим вообще, насколько выигрывает пациент от назначения иммунотерапии и химиотерапии в первой линии лечения. И глядя на этот график, мы можем поделить его на 3 временные промежутки. Первый временной промежуток – это первые 5 месяцев лечения, когда пациенты получают комбинацию химиотерапии с иммунотерапией. Здесь графики идут практически вровень, а вот уже дальше, на момент окончания химиотерапии и первый год с момента лечения происходит максимальное количество событий. Мы видим, что прогрессирует большее количество пациентов в группе, получающих только химиотерапию. А вот уже дальше, после первого года от начала лечения, в процессе поддержки терапии, пациенты, получающие иммунотерапию, и график выходит, в общем-то, на настоящую плату. Если мы говорим об однолетней ПФС, то в группе пациентов, получающих иммунотерапию, она оставляет 74%, что на 36% больше, чем в группе пациентов, получающих только химиотерапию. И в целом мы, наверное, можем думать о том, что те пациенты, которые имеют плату, длительный бенефит, возможно, они будут полностью излечены в будущем, но, конечно, им нужен более длительный период наблюдения, чем мы имеем в данный момент. Интересно то, что если мы берем ПММР популяцию, то здесь тоже по какой-то причине ПМ-прелизумаб дает улучшение медианной выживаемости без прогрессирования. И в группе пациентов, получающих комбинацию химио-иммунотерапии, медиана ПФС в группе ПММР составляет 13,1 месяцев, что на 4,5 месяцев больше, чем в группе пациентов, получающих только химиотерапию. При этом, если мы сравним исследование GI-0,18, исследование РУПИ с дострелемабом и исследование АТЕН с отезолизумабом, то первое, что мы видим? Мы видим, что медиана ПФС в контрольной группе в группе пациентов ДММР, она абсолютно одинакова во всех трех исследованиях. Это 7,6, 7,7, 6,9 месяцев. Также мы видим, что однолетняя ПФС в группе исследование с пемпрелизумабом 74%, в исследовании с дострелемабом 63% и в исследовании АТЕН 62%. И разница однолетней ПФС между исследованием группы и контрольной, она тоже практически одинакова, в районе 36-39%. Но в исследовании РУПИ и в исследовании АТЕН была включена менее благоприятная популяция, бесплатный интервал в тех исследованиях 6 месяцев, а не 12. И в те исследования включались пациенты, имеющие диагноз карсеносаркома. А что интересно, мы видим, что абсолютно все пациенты с ДММР статусом получают пользу от комбинации химиотерапии с иммунотерапией, в общем-то, независимо от иммунотерапевтического агента, и снижение риска прогрессирования происходит на 68-72% в зависимости от исследования. При этом, если мы говорим про группу ПММР пациентов, мы видим, что исследование АТЕН оказалось негативным, и пациенты не получают пользу от добавления от ЭЗОЛИЗМАБа, но все три остальных исследования оказались позитивными. Но если посмотреть на магнитуду пользы, от добавления иммунотерапии туда, она максимально в исследовании АТЕН 0,18, 4 месяца. В исследовании РУБИ она оставляет уже 2 месяца, а в исследовании ДОЕ, в общем-то, она смешная, там, оставляет, там, десятые месяцев, и у этого совсем не важно. Также важным моментом является то, что наиболее отслеженные исследования, это исследование РУБИ, исследование АТЕН, мы видим, что улучшение медианы ПФС в группе ДММР пациентов, оно абсолютно точно транслируется в увеличении общей выживаемости, и снижение риска смерти происходит на 60-70%. При этом улучшение медианы ПФС в группе ДММР пациентов, оно никак не транслируется в увеличении общей выживаемости у тех пациентов, где это известно в исследовании РУБИ или в исследовании АТЕН. Общая выживаемость у ДММР пациентов при комбинации химиотерапии с иммунотерапией в первой линии не увеличивается. Давайте попробуем разобраться, вообще все ли ДММР пациенты одинаково хорошо отвечают на иммунотерапию. Ответ нет. Связано это с тем, что рак эндометрия он особенный в плане того, что существует три механизма формирования масса и статуса при раке эндометрия. Первое – это наличие криминальной мутации в генах, второе – это наличие соматической мутации в генах системы репарации, а третье – самое частое – это наличие эпигенетической модификации по типу метилирования, чаще всего в гене молечидин. И такая ситуация встречается в более чем 85% случаев. А если мы говорим про синдром Линча при раке эндометрии, то есть о наличии криминальной мутации в данных генах, то в целом при всем раке эндометрии его распространенность около 3%. Но если мы берем когорты пациентов ДММР, то здесь часто встречаемость синдрома Линча составляет 10-30%. Если мы хотим провести скрининг синдрома Линча при раке эндометрии, то мы должны использовать в первую очередь не только клинические критерии, а использовать универсальный или смешный скрининг. То есть мы идем от того, что мы всех пациентов с раком эндометрии тестируем на методом многих стахи на наличии ДММР. Если у нас пациент имеет ДММР, дальше мы смотрим за счет чего-то ДММР. Если у нас есть метилирование МЛЧ-1, которое на самом деле невозможно определить противно-клинической практики, то скорее всего этот пациент не имеет синдрома Линча и генетический скрининг ему не показан. Во всех остальных же ситуациях пациенту показан генетический скрининг на наличии синдрома Линча. Также у нас уже есть данные о том, что прогноз пациента в зависимости от формирования МСА и статуса также отличаются. Мы видим, что пациенты, имеющие метилирование, чаще всего в гене МЛЧ-1, они имеют прогноз хуже, чем те пациенты, которые имеют синдром Линча или соматическую мутацию в данных генах. И связано, скорее всего, это... Также мы видим, что мутационная нагрузка и инфильтрация тилсами у пациентов, которые имеют метилирование, она ниже, чем у тех пациентов, которые не имеют этого метилирования. И эти факторы также являются прогнозом для ответа на иммунотерапию. И у нас есть под анализ исследования GI-018, про который я рассказывала ранее. Что мы видим? Во-первых, мы видим, что метилирование имеет 84% пациентов и только 16% имеют какой-то другой механизм формирования МСА и статуса. Мы видим, что независимо от механизма формирования МСА и статуса пациенты получают пользу от комбинации иммунотерапии плюс химиотерапии в первой линии лечения. Но все-таки мы видим, что есть тенденция у неэмитированных пациентов к более лучшему ответу на иммунотерапию, чем у тех пациентов, кто имеет метилирование. Поэтому, наверное, всех пациентов с диагнозом рак-эндометри мы можем поделить на вот две такие логичные клинически применяемые группы. Первая группа – это те пациенты, которые имеют эпигенетическую модификацию в большей части. Это более взрослые пациенты, их медианного возраста в районе 64 лет. Они чаще имеют ожирение, имеют более продвинутые стадии, чаще имеют лимфоскулярную сформальную анвазию, хуже прогноз. У них ниже ТМБ и ниже инфильтрацитилс имеют вот такие классические женщины из диагноза рак-эндометри. И вариант два – это те пациенты, у кого мы не ожидали никогда рак-эндометри. Это те пациенты, которые имеют криминальную или соматическую мутацию. Их меньше. Медианного возраста в районе 54 лет. Реже у них встречаются ожирения и реже у них встречаются продвинутые стадии. И прогнозы этих пациентов лучше. И возникает, в общем-то, логичный вопрос, можем ли мы предложить моноиммунотерапию второй группе пациентов первой линии, но на данный вопрос у нас пока ответа нет. Пациентов с метилированием вариант химиотерапии плюс иммунотерапия в первой линии наиболее оптимальный, потому что мы понимаем, что не все пациенты из этой группы пациентов в общем-то, обязаны ответить на иммунотерапию. И вот еще один вопрос, который вытекает из всех этих исследований, почему же часть пеммара пациентов отвечает на иммунотерапию? И скорее всего это связано с тем, что помимо теммара и масса и статуса в качестве предиктора ответа на иммунотерапию при раке эндометри есть и другие предикторы ответа. Как минимум это полмутации и высокомутационная нагрузка, которую мы не определяем в рутинной клинической практике, но которые встречаются в данной группе пациентов. Также интересно и под анализ исследования РУБИ, это исследование с достролимабом, мы видим, что пациенты группы MSI-HI получают пользу от комбинации химиотерапии с иммунотерапией, это в общем-то понятно, но также мы видим, что пациенты, имеющие П53 мутацию, получают пользу от комбинации химии, химии и иммунотерапии против только химиотерапии. При этом пациенты из группы NSMP, трек-эндометрия без специфического молекулярного профиля не получают никакой пользы от назначения иммунотерапии вместе с химиотерапией в первой линии. И важно, что также мы видим и улучшение общей выживаемости пациентов, имеющих П53 мутацию, кому было назначено в первой линии комбинации химиотерапии плюс иммунотерапии по сравнению с пациентами, которые не получали иммунотерапию. Почему так? Мы не знаем, возможно, эти пациенты имеют высокую мутационную нагрузку или еще что-то, что нам пока неизвестно. И вот второй вопрос, который я уже несколько раз слышала. Зачем нам в первой линии назначать комбинацию химиотерапии плюс иммунотерапии? Это сложно, это дорого. Если мы можем всем пациентам с DMMR или MSI-х из статуса во второй линии назначить моноиммунотерапию и в общем, что мы будем иметь хорошие результаты. На самом деле, да, результаты по исследованию генот 158 неплохие. Мы видим, что чисто объективные ответы 50%, это много для предлеченных пациентов, а медиана ПФС составляет 13%. В принципе, неплохие результаты мы видим и в исследовании Горнета, и в исследовании страволумаба, но первый аргумент мы помним о том, что и в исследовании Атента, и в исследовании РУБИ было увеличение общей выживаемости у DMMR пациентов, которые получали химио-иммунотерапию в первой линии. А мой второй аргумент у нас есть данные ПФС-2 в исследовании РУБИ-ТРАЙЛ, здесь 65 DMMR пациентов после прогрессирования получали иммунотерапию во второй линии, и все равно ПФС-2 в группе DMMR пациентов была статистически значима выше, чем в группе пациентов, которые не получали в первой линии комбинацию химии-иммунотерапии. Какие можно делать выводы по применению иммунотерапии при лечении рака эндометрия? Во-первых, 25-30% пациентов будут иметь DMMR или MSI хай статус для назначения комбинации химиотерапия плюс иммунотерапия в первой линии. Остальные пациентки это кандидаты для назначения комбинации иммунотерапия плюс ингибитор и терезинкеназ в второй и последующей линии. 10-30% пациентов DMMR статуса будут иметь синдром Линча, и нам важно найти эту пациентку. По-видимому, от механизма формирования DMMR статуса в раке эндометрия зависит прогноз и ответ пациента на иммунотерапию. Существуют другие, помимо DMMR маркировочувствительности к иммунотерапии, которые пока непонятны, как нам применять в реальной клинической практике. Если мы говорим про DMMR MSI-хай при раке яичников, то мы на самом деле знаем не очень много. Мы точно знаем, что при серьезном хай-грейд раке яичников его распространенность крайне низкая в районе 2-3%. Но если мы говорим о несерьезных по типах рака яичников, то здесь распространенность DMMR MSI достигает 15%. Причем также есть данные о том, что 10-15% случаев наследственного в раке яичников будет ассоциирована с синтрома линча. И вообще рак яичников является третьим у женщин по распространенности у женщин, которые являются носительницами синтрома линча. И также важно, что в наших клинических рекомендациях и в зарубежных есть опция назначения иммунотерапии при DMMR MSI-раке яичников. А если мы с вами возьмем не серьезно раке яичников, а другие по типу, то мы видим, что при эндометриоте раке яичников DMMR статус встречается в 19% случаев. DMMR статус встречается в 17% случаев. При светоклеточке раке яичников DMMR статус встречается в 11% случаев. И если посмотреть на рекомендации, кого вообще необходимо тестировать на DMMR при раке яичников, то все онкологические сообщества во-первых, рекомендуют тестировать тех пациентов, кто имеет не серьезный хай-крейд рак яичников. С. Рекомендует тестировать пациента с андометриотами с светоклеточкой раком яичников. НССР рекомендует тестировать всех пациентов с андометриотами интераком яичников, но в целом он не исключает тестирование всей остальной популяции пациентов при рецидивах. АСКА рекомендует тестировать в первую очередь пациентов, имеющих сферicial карьер�ический антиимикероидный или муциинострой под яичников, но также не исключает тестирование других пациентов. В наших рекомендациях Ройзко написано, что мы можем тестировать пациентов с антиимикероидным и сфер лечить для казанина тыснику. Что касается исследований, которые у нас есть по эффективности иммунотерапии, при данной нозологии в первую очередь это исследование ГИНОД-158, в это исследование включались пациенты с различными нозологиями, имеющие DMMR или MSI-high статус, и было включено 24 пациента, имеющих диагноз ракеичников. Мы видим, что чисто объективного ответа у данной группы пациентов состояло 33%, что на самом деле согласуется с общей популяцией пациентов, включенных в это исследование, но медиана ПФС была невысокой, составила всего лишь 2,2 месяца, но при этом трехлетний ПФС состояло 29%, что в целом совсем неплохо. При этом была просто какая-то колоссальная высокая медиана общей выживаемости, которая состояла 33 месяца, но мы не знаем, что получали пациенты после прогрессирования иммунотерапии, и мы не знаем, какие гистологические пациенты, какие гистологические по типу пациентов были включены в исследование ГИНОД-158. Но на основании данного исследования в рекомендациях есть опция назначения пембролизумаба, приема СИХ или DMMR ракеичников. Также в клинических рекомендациях есть опция назначения иммунотерапии при светлоклеточном ракеичниках, причем независимо от DMMR статуса, и данная история идет из исследования БИОКОК, в него включались пациенты, имеющие светлоклеточный ракеичник, а крыши на маточных труб, матки, ошейки, матки, влагалища и вольво. Пациенты должны были уже получить одну линию платино-сторожающей химиотерапии и не получать PD-L1, PD-1 ингибиторы. Мы видим, что медианное количество линий химиотерапии составило 2 линии, от 1 до 6. И мы видим, что чисто объективного ответа при светлоклеточном раке составило 25%, что в целом, наверное, неплохо. При такой неблагоприятной нозологии медианное ПФС составило 2,8 месяца, а медианное общей выживаемости достигло 16 месяцев. И вот на основании данного исследования в клинических рекомендациях есть опция назначения пембролизумаба при светлоклеточном ракеичников. В этом исследовании мы не знаем, какой был MSI статус у данных, а город пациентов. Если мы говорим про использование DMMR и MSI-HI при раке шейки матки, то не стоит его там использовать. Распространенность его низкая, до 1,5%. Нет целевой популяции для тестирования, и, в общем-то, он нам не нужен, потому что у нас есть более информативный маркер для назначения иммунотерапии – это СПС статус. Но, наверное, я бы сделала исключение для очень редких гистологических подтипов рака шейки матки, такие как аденокарциномы желудочного типа, с которыми мы встречаемся. И также, возможно, нейроэндекрин-рак. У нас, опять-таки, есть исследование ГИНОД-158, в которое было включено 9 пациентов, имеющих DMMR или MSI-HI рак шейки матки. Не знаю, что это были за пациенты, не знаю, как у них был гистологический подтип, но при всем при этом чисто объективного ответа составила 0%, и, в общем-то, не было никакой эффективности пембролизумаба у данной когорты пациентов. У меня все. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ